Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гузев. В Барнауле стал известен средний размер заработной платы. По итогам исследования рынка труда она составила 30,5 тысяч рублей. Первое место заняла отрасль строительства. Второе место – автомобильный бизнес. В тройке лидеров сфера транспорта и логистики. Среди наименее оплачиваемых групп массовых профессий – сфера туризма, сотрудники ЖКХ и студенты. В галерее Турина гора открылась выставка, посвященная алтайской природе и ее архитектуре. Ее участники – не профессиональные художники, а просто люди, увлеченные живописью. Выставка называется «Поиск радости». Работы представили участники клуба самодеятельных авторов «Художник». В этом году им исполняется 37 лет. Среди картин – пейзажи и натюрморты, выполненные акварелью, пастелью и кофе. Выставки проходят ежегодно в разных форматах и местах. Часть работ сделана за пределами города. Тезисы, высказанные президентом страны Владимиром Путином в ежегодном послании Федеральному собранию, обсудили в Барнауле на заседании дискуссионного клуба 2030. В его работе приняли участие местные депутаты, общественники и журналисты. О ключевых моментах беседы в материале Глеба Полянского. Участников обсуждения впечатлило количество конкретных предложений в послании президента. В частности, в качестве мер поддержки семей. Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Уже с 1 января 2020 года. Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Программу материнского капитала продлят до конца 2026 года. А теперь его будут выдавать уже при рождении первого ребенка. А размер выплаты для семей с двумя детьми увеличат до 616,5 тысяч рублей. Президент подчеркнул, что в дальнейшем размер материнского капитала будут ежегодно индексировать. Это серьезные дополнительные ресурсы, в основном за счет средств федерального бюджета, которые главную скрепу нашего общества, нашего государства, семью серьезно поддерживают. Мы видим, что именно на этой скрепе и строится сегодня государственная политика. В блоке, посвященном образовательной сфере, Путин предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей. Горячее питание в начальной школе станет полностью бесплатным для всех детей, вне зависимости от уровня доходов семьи. Президент также заявил, что количество бюджетных мест в вузах необходимо увеличивать ежегодно. Причем в приоритете должны быть высшие учебные заведения в регионах страны. Родить хорошо, но ребенка нужно образовать. Надо дать им образование. Видите логика президента? И он говорит об образовании. Он говорит о школах, он говорит о горячем питании, он говорит о доплатах за классное руководство. Можно подумать какие-то мелкие вещи, но на самом деле для педагогов, для учителей, вот они сейчас слушают, и для них это очень важно. Потому что это те составляющие, которые в действительности для них, непосредственно в их работе, играют значительную роль. На модернизацию поликлиник и станции скорой медицинской помощи в регионах выделят 550 миллиардов рублей. Реализация этих программ начнется уже с 1 июля. Президент анонсировал и переход в этом году на новую систему оплаты труда для медиков. Она будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций. Ну, эти вопросы поднимаются из года в год и профсоюзами в том числе. И я думаю, что вот это посыл в принципе для всей бюджетной сферы. Не только в здравоохранении должны быть установлены единые оклады и конкретные категории там стимулирующих и иных доплат, но и во всей бюджетной сфере. Депутаты и общественники положительно оценили инициативы по расширению полномочий представительных органов. Так президент предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства России, вице-премьеров и федеральных министров. Владимир Путин также заявил, что в Конституции должны быть закреплены положения об индексации пенсий и о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Предложил президент внести в Конституцию и запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для высших должностных лиц. При этом важно, что все предложенные поправки вынесут на всенародное голосование. Референдум. Глеб Полянский, Денис Кузьменко. Новости. На этом у меня все. Увидимся в следующих выпусках.